Слава Украине! Привет всем от Полонского! Хочу вам рассказать, как дважды за буквально пару дней Россию попустили за содеянное. Но первый момент был очень интересный, или это совпало так, или это совпадение, или это не совпадение, это уже решать вам. Но вот смотрите, не успели рашисты сбить американский рипер, этот беспилотник. Коих, кстати, у Америки знаете сколько? Тысяча и еще больше. Их много, реально, ну я не знаю, тысяча, не тысяча, но то, что их сотни, это абсолютно точно. Как бах, и Путин влетает под ордер на арест Международного уголовного суда. Я же говорю, вполне возможно, что это какое-то совпадение, не знаю. И тут же второе, абсолютно случайное, конечно же, совпадение. Я уже сегодня рассказывал о трёпе у Соловьёва некоего, по-моему, зовут его Семён... Ой, Багдасариан, чуть не сказал Калантарян, это другая персона, да. Багдасариан, если я правильно говорю его фамилию. Так вот, он сказал, что нужно вообще России, воспользовавшись землетрясением в Турции, воспользовавшись временной слабостью Турции, тем, что она сейчас уязвима, надо напасть на Турцию и, собственно говоря, оккупировать её от турок. Он как-то выразился, интересно, что турки там вообще не должны быть. Это вообще не их земля, это, говорит, вообще русская земля. Ну, я уже рассказывал по поводу этого бреда, и даже не хочу это больше комментировать, потому что, ну, бред каждого больного сумасшедшего не будешь комментировать. Однако, однако, этот товарищ, этот клоун, который это всё говорил, это, на секундочку, депутат Государственной Думы. А вот тот канал, через который он вещал, причём он один был в студии, это как бы авторский такой вот был у него вариант, назовём его мягко. Хотя я хотел сказать по-другому. Так вот, это было в студию Соловьёва, а, соответственно, это на миллионы зрителей, и это высказывает государственную политику, потому что это всё-таки государственный пропагандист номер один на сегодняшний день у них, или один, скажем так, окей, входит в пятёрку первых пропагандистов, и, соответственно, у него всё, что у него происходит на студии, это выражение методичек Кремля. Вот, и, значит, вот этот трёп этого багдасыряна о том, что они собираются, так сказать, в кавычках, освободить от турок Константинополь и прочие территории, значит, это, получается, государственная политика фашистской федерации. И тут же, тут же, вот я не знаю, как это, совпадение-то, или это случайность такая, тут же Турция заявляет, что она уже подала в свой парламент на рассмотрение вопрос о расширении НАТО, о приёме Финляндии в НАТО, просто моментально. Оп! И Финляндия уже будет в НАТО, уже полностью, как говорится. Вот, скажем, помнимте, с какими посылами Путин тогда нападал на Украину 20, господи, простите, 4 февраля 22 года. О чём шла речь? Речь шла о том, что он требует, чтобы НАТО убралось за границы какого там года? 97-го. Хотел он вернуть всё в зад, только не указал в резиновый или нет. Вот, ну а в результате, теперь у НАТО с Россией, точнее с Московией, сейчас же она Московия уже, фронт получается на тысячу километров больше, потому что финская граница, и теперь граница с НАТО. Ну как, я вот хочу спросить у русских, как там насчёт логики удалось вам оттянуть НАТО? Да, Швеция, несмотря на то, что у неё с Турцией там проблемы, ну мы знаем какого рода проблемы, из-за курдов, но. А Швеции НАТО уже дали гарантии свои по безопасности. Получается, вот сразу две страны под зонтиком НАТО, да? Я вот хочу у русских спросить, а как у вас с логикой там, ну вот как насчёт того, чтобы отодвинуть НАТО за границей 97-го года? Как там, мощи хватает, броня крепкая и танки ваши быстрые? Или танки ваши сгорели под Бахмутом, вы даже не можете взять Бахмут и под Углидаром? Вот так вот. Всё, что вы говорите, это трёп. Вот. И нагибают вашу Россию кто и как хочет. Слава Украине!